Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Диверсия против банка в защиту деловой репутации выступает Николай Булакин. Сможет ли он успокоить взволнованных вкладчиков? В главном университете Хакасии предвыборная интрига. Ольга Штыгашева уходит с поста ректора, а одной из тех, кто ее заменит, может стать министр экономики Татьяна Краснова. Оптимизация оставила без работы более 50 человек. На железной дороге ликвидировано целое подразделение. Работодатель уверяет, больше массового сокращения не будет. Как развивается спортивный центр в вершине Тёя и оправдались ли возложенные на него надежды? Своим мнением делится гость программы, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Как сложилась судьба 100-тысячного жителя Абакана и почему он оказался в США? Все ответы в юбилейной рубрике ГТРК Хакасия. Заявление Николая Булакина, выступившего в защиту Хакасского муниципального банка, стало своего рода прецедентом в современной истории республики. После того, как закрылся народный кредит, в городе поползли слухи, что теперь на очереди муниципальный банк. И вот в минувший четверг глава Абакана созвал прессу, чтобы объявить. Сомневаться в стабильности финансовой организации нет оснований. Поводом для такого брифинга стали усиливающиеся разговоры о финансовых проблемах банка. Последней каплей стала рассылка смс-сообщений, в которых сообщалось, что в связи с закрытием организации необходимо погасить платежи. Сразу после этого Николай Булакин созвал пресс-конференцию, на которой опроверг слухи о закрытии Хакасского муниципального банка. Городоначальник уверен, учреждение стало жертвой нестабильной финансовой обстановки, связанной с банкротством народного кредита. Но клиентам Хакасского муниципального беспокоиться не о чем. И вот эта ситуация, конечно, подхлестнула общий ажиотаж, общий психологический настрой. Никаких оснований беспокоиться о надежности муниципального банка нет. Банк стабильно и очень эффективно работает, демонстрирует рост по всем основным банковским показателям и нормативам. Банк на очень хорошем счету у национального банка. Банк работает в системе банковского страхования, имеет очень высокий А-плюс рейтинг. Как надеются банкиры, заявление Николая Булакина должно пресечь возможную панику среди клиентов. Стабильная работа банка – прямой интерес городской администрации. Она владеет почти 40% акций. Пока неизвестно, как последняя СМС-диверсия отразилась на работе учреждения. Однако банкиры пообещали дать комментарии на следующей неделе. Добавим, Хакасский муниципальный имеет не меньшую социальную значимость для республики, чем народный кредит. В нем обслуживается 100 тысяч счетов или до четверти населения региона. Одно из главных политических событий недели – форум действий, в котором принял участие президент Владимир Путин. Активисты Общероссийского народного фронта получили от главы государства очередную порцию задач на ближайшую перспективу. Были в Москве и фронтовики Хакассии. И вот их мнение о том, как в республике исполняются поручения президента и что еще предстоит сделать. С начала года активисты Народного фронта проверяют разные сферы жизни, то есть ведут общественный контроль за работой чиновников. По исполнению майских указов президента, переселению из аварийного жилья, Хакассия опережает многие другие регионы, заявляют фронтовики. В ряде субъектов после проверок общественников были возбуждены уголовные дела против высокопоставленных чиновников. Республике такое пока не грозит. Мы такой цели специально не преследуем, что проведем проверку, обязательно найдем и обязательно возбудят уголовное дело. На сегодняшний день, пока мы такие проверки приводим, таких вопиющих фактов о том, чтобы возбудить уголовное дело или усмотреть состав какого-либо преступления, у должностных лиц пока у нас такой информации нет. На будущее активисты Народного фронта ставят для себя несколько задач. Во-первых, добиться, чтобы статус Хакассии как территории опережающего развития заработал как можно быстрее. Во-вторых, продвигать интересы сельхозпроизводителей, чья продукция должна заменить попавший под санкции импорт. В целом, настрой фронтовиков мало чем отличается от местных единороссов. Так что большого разнообразия в политическое поле Хакассия новое объединение пока не вносит. Как государственной казни выдержать повышение зарплат бюджетникам? Один из краеугольных камней для финансистов. О том, что регионам тяжело нести эту нагрузку, говорят все активнее. На этой неделе в федеральных СМИ даже появилась информация о том, что майские указы президента могут подкорректировать в сторону ослабления. Однако официальные источники в Кремле эту информацию опровергли. Как власти Хакассии рассчитывают не отклониться от курса президента? И тяжело ли верстается бюджет 2015? Можно было узнать на публичных слушаниях в Верховном Совете. В Хакассии публично обсудили проект бюджета на следующий год. Столь взвешенного подхода к верстке главного финансового документа давно не было. Отрабатывают варианты по каждой статье расходов. Оно и понятно. Дефицит в этом году превысил 20%. В 2015 год Хакассия вступит с кошельком в 18 миллиардов 700 миллионов рублей. С заявкой потратить практически 22 миллиарда. Где взять недостающие 3 с лишним миллиарда, сегодня ломают голову не только Минфин, но и вся республика. Госдолг достиг 70% от собственных доходов. И это не предел. Впрочем, финансисты успокаивают. В долговой яме Хакассия не одна. В ряде других регионов ситуация еще хуже. В этом году мы постарались учесть все прогнозируемые негативные последствия. Но в то же время считаю, что у нас настрой на исполнение этого бюджета должен быть умеренно оптимистичным. А планы дальнейшие, думаю, даже будут более оптимистичны. Надежда остается на федеральный центр. В следующем году Москва обещает 4 миллиарда безвозмездных поступлений. Впрочем, эта сумма к концу года должна увеличиться. Насколько? Все зависит от работы кабинета министров и депутатов Верховного Совета. Вот в 2014 текущем году этих денег 8 миллиардов 600 миллионов. Грубо говоря, в течение года по нарастающей возникает какой-то объект строительный и тому подобное. Вот яркие вам примеры. В этом году мы получили примерно около 400 миллионов с российского бюджета на строительство и запуск детских садов. По-прежнему на первом месте вопросы социальные. Более 7 миллиардов рублей уйдет на зарплату бюджетникам. На 5,5% проиндексируется пособие из республиканского бюджета. В трудный год более взвешенно подойдут ко всем статьям расходов. Города и районы понимают. Денег в следующем году в республике на всех не хватит. Надо работать над собственным потенциалом. 96% – это лесфонд. И понятно, что вот этот сегмент для нас очень важен. Есть хорошие поручения, в том числе по агропромышленному комплексу развития. Понятно, что и туризма при минимальных условиях надо отработать так, чтобы не только удержать эту составляющую, но и развиваться. Пока в районах ищут варианты, как самим заработать, поселковые администрации пустеют. Одна из острых проблем для Хакасии – нехватка специалистов. Обязанностей много, ответственность большая, оплата даже по сельским меркам ничтожна. 12 тысяч получает специалист первой категории. Как можно жить на такую зарплату? Не менее 30 тысяч рублей. В разрезе нашего поселения, Узбирского сельсовета, это средняя зарплата учителя, воспитателя, работника культуры. Но все-таки муниципальные служащие – это представитель власти. Сколько средств предусмотрят в бюджете на оплату труда глав поселений, еще предстоит рассчитать. Как рассмотреть другие предложения по верстке республиканской казны. К примеру, запустить программу по строительству домов для участковых. Нечто подобное в Хакасии практикуют уже несколько лет в отношении учителей. Заместитель председателя Верховного совета Светлана Могилина предложила возводить дома в поселениях. В комплексе с одной стороны квартира, с другой – кабинет для приема населения. Мной подготовлена таблица поправок, которая позволит решить вопрос в таком стартовом, что ли, варианте, только на труднодоступных и отдаленных территориях, которая именно за 2015 год позволит на территории Орджоникидзовского и Таштыбских районов создать такие дома участковых и полномоченных, а потом транслировать это на всю республику. Бюджет 2015 года сложный, но выполнимый. Уверены депутаты. В разных отраслях, хоть и с меньшими суммами, но продолжится финансирование программ. Хакасия по-прежнему будет строить социальные объекты в городах и районах. Не заморозят и главные стройки – перинатальный центр, новый корпус больницы и краеведческий музей. Я убежден, что сложившаяся мировая конъюнктура востребованности продажи продукции и ресурсов, производимых на территории республики Хакасия, вызовет больший рост собственных доходов, чем сегодня мы планируем. Все предложения лягут в основу поправок к законопроекту. В первом чтении бюджет рассмотрят уже на следующей неделе, 26 ноября, на сессии Верховного Совета. Кто станет новым ректором ХГУ? Вопрос стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе. В университете завершается подготовка к предвыборной кампании, и, как оказалось, в списке кандидатов нет действующего ректора Ольги Штыгашевой. Зато там есть министр экономики Татьяна Краснова. Помимо госслужбы она также преподает в ХГУ и является профессором, доктором экономических наук. Ученый совет выдвинул ее кандидатуру, но будет ли Краснова подавать заявление на участие в выборах, пока неизвестно. От каких-либо комментариев глава экономического ведомства пока категорически отказывается. Намерена ли Ольга Штыгашева снова руководить ХГУ и если нет, то почему, также неизвестно. Ректор отказывается от контактов с журналистами. Выборы в университете пройдут в январе. Руководитель избирается каждые пять лет. На железной дороге опять массовые увольнения. С 20-го числа там сокращено 744 работника в связи с упразднением вагонного участка Абакан. Предприятие относится к федеральной пассажирской компании и там уверяют, подавляющее большинство людей на улице не останется. Зачем нужна такая реорганизация и как теперь придется работать проводникам? Смотрите далее. Железная дорога Абакана теряет кадры. Федеральная пассажирская компания невыгодно содержать в Хакасе вагонный участок. Это подразделение, которое отвечает за обслуживание вагонов. С 20 ноября оно ликвидировано, а 744 человека, проводники, ремонтники, слесари выведены из штата. Из них 686 переведены в Красноярск, остальные уволены по сокращению. Всех их ждут в службе занятости. Мы, в свою очередь, готовы принять всех. Однозначно в приоритете всегда у службы занятости те работники, которые сокращены из предприятия, не по собственному желанию пришли, а именно сокращены такой процедуре, подверглись. Выплаты все будут назначены. Конечно, у всех этих людей, которые будут подвержены сокращению, будет максимальное пособие. На сегодняшний день и на следующий год оно будет составлять размер 6 370 рублей. Что теперь изменится для бывших работников вагонового участка? Отныне все составы будут формироваться в Красноярске. То есть те же проводники сначала едут в краевой центр, получают все необходимое для рейса, а затем возвращаются в Абакан и уже отсюда набирают пассажиров и везут их, к примеру, в Москву. Такое обслуживание утверждает федеральная пассажирская компания экономнее, чем задержать целый участок в Абакане. Однако не все проводники и ремонтники согласны на такой график. Около 100 человек предпочли уволиться. В Хакасии это уже вторая кардинальная перестройка структуры железной дороги с начала года. В Венесейском филиале федеральной пассажирской компании надеются, что больше сокращений кадров не будет. Но в конечном счете все зависит от состояния экономики. Скорее всего, зависит от экономической ситуации в стране. У людей меньше денег, меньше люди перемещаются, снижается подвижность населения. Соответственно, меньше пассажиропотоков. В принципе, на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, структурные изменения в подразделении Абаканского региона не рассматриваются. Но как изменится ситуация в дальнейшем, покажет время. Еще одно последствие оптимизации – продление маршрута Абаканного-Кузнецк до Барнаула. Изначально вообще стоял вопрос о закрытии направления, но поезд удалось сохранить, передав его обслуживание другому структурному подразделению. В компании жалуются, пассажиропоток снижается, прибыль падает. И в такой ситуации говорить о развитии железной дороги, о новых вагонах и скоростных поездах в нашем регионе, судя по всему, не приходится. На первый план выходит вопрос выживания. У авиаторов, напротив, дела идут в гору. Абаканский аэропорт становится безубыточным предприятием впервые за 20 лет. Об этом говорилось на совещании с участием Виктора Зимина. Тему развития воздушной гавани глава республики держит на особом контроле. По его мнению, именно от уровня аэропорта напрямую зависит экономическая привлекательность всего региона. Не случайно республиканские власти добились федерального финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Теперь Абакан может принимать грузовые самолеты. Кроме того, отремонтирован перрон для стоянки воздушных судов, а также здания аэровокзала. Планируется, что на базе аэропорта появится современный топливозаправочный комплекс. Интерес к проекту есть у Роснефти. Аэропорт набирает силу. В этом году появились новые рейсы, но их должно быть еще больше, считает Виктор Зимин. Надо этим пользоваться. Люди хотят летать. Надо создавать условия, чтобы наши служители республики могли посещать все регионы страны. Ну, хотя бы какая-то должна быть цикличность, периодичность или же зональная очерченная география. В той части, что можно лететь в один регион, но там в соседний попасть. Это очень нужно и для республики, потому что так же летает и к нам. В пятницу исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Еремеевича Кельчачакова. Поэт, писатель и драматург, ветеран Великой Отечественной войны Хайджи. Он был и остается одной из знаковых фигур национальной культуры. В день его рождения в Хакасе начались мероприятия, посвященные юбилею. Немало я народу повидала, пока искала друга для Арчола. Ведь помощь друга верного на свете дороже людям золота любого. Это фрагмент постановки «Ожившие камни» – последней пьесы, которую Михаил Кельчачаков написал для Национального театра. На памятном вечере собрались не только актеры, но и писатели, ученые, музыканты. Настолько многогранной личностью был Михаил Еремеевич, что успел поработать в самых разных направлениях культуры. Об этой его неуемной энергии и таланте можно говорить часами. Михаил Еремеевич начинается с писателей, понятно. Писательская организация находилась в Хакнияли. Потом идешь в театр. В театре Михаил Еремеевич самый лучший драматург. Потом идешь ради комитета. В ради комитете мы раза три, наверное, в 60-м году, в 80-м году, в 85-м мы записывали, нет ли песни на радио. Дальше я иду, значит, в музыкальное училище. А как же композиторы, мы певцы, без Михаила Еремеевича? Слова кто пишет в первую очередь? Михаил Еремеевич пишет. Человек, сказавший вечное слово. Михаил Кельчичаков оставил большое литературное завещание потомкам. Завещание о том, что нужно любить свой язык, свою землю и свой народ. Но теперь его произведение можно будет прочитать в интернете. Дочь писателя дала согласие на оцифровку книг отца и подписала соответствующий договор с Национальной библиотекой. Конечно, хочется поблагодарить за то, что воспоминания такие теплые. Простите меня за эти слезы. Не хотела, но сдержаться невозможно. Конечно, много он мне дал. Я всегда говорю и сегодня говорила, но повезло мне в этом. Также Елена Михайловна передала в дар Национальному музею военные награды отца. Михаил Еремеевич воевал в Великую Отечественную, был тяжело ранен. Кроме того, она подарит рукописи писателя и другие его личные вещи первому литературному музею Хакасии, который находится в селе Верхчоя. В эфире Вести Хакасия. События недели. В среду завершились соревнования Континентального кубка Восточной Европы. Они проходили в вершине Тёи, где находится одноименный центр спортивной подготовки. В лыжных гонках участвовало около 500 спортсменов со всей страны. Лыжники Хакасии в победителях не были, но добились определенных успехов. Так Михаил Сорокин попал в двадцатку сильнейших в индивидуальной гонке на 10 километров. Такого не было 30 лет. Еще более впечатляющий результат у юниоров. Дмитрий Лубнин из Хакасии стал шестым. На открытие кубка в Хакасию прилетела президент Федерации лыжных гонок России, трехкратно олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. За время, пока строился центр спортивной подготовки, она стала этому проекту практически родной мамой. И именно благодаря ее воле Хакасия сегодня является серьезной базой для подготовки отечественных лыжников. О том, что ждет центр Тея в дальнейшем, Елена Вяльбе рассказала в интервью нашей программе. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Добрый вечер. Итак, каким вы нашли наш центр Тея спустя год? Ну, во-первых, в этом году очень хорошие лыжные троцы. Несмотря на то, что первый снег выпал, конечно, не в таком обильном объеме, но в связи с тем, что была сделана лыжероллерная трасса, и на ней не так много надо снега, это, наверное, самое основное для лыжников, они с первого дня катались в идеальных условиях на снегу. Открыт новый корпус гостиницы. Это тоже очень большой плюс. Очень многие хотят жить уже в гостиницах, а не на квартирах. Ну, к сожалению, для всех еще пока нет, но я думаю, что это рано или поздно у нас все равно все достроится. Ну и в этом году уже половина домиков, где переодеваются непосредственно на старте спортсмены, уже готовы. Поэтому прогресс есть каждый год. А какие-то недостатки? Ну, я не знаю. Соревнования проходили на очень высоком уровне. То, что касается тренировочного процесса, все, что тренеры просят от организаторов, от ЦСП, все выполняется, трассы готовятся те, которые необходимы спортсменам. Поэтому по проживанию никаких проблем не было, никаких проблем нет с питанием. Кормят вообще как на убой спортсменов. Поэтому не на что пожаловаться пока. Ну, вы все время наблюдаете, да, за развитием этого центра. И вы по-прежнему уверены, что он очень важен для всего российского спорта, для наших российских лыжников в качестве тренировочной базы? Ну, я могу вам сказать, привести такие цифры, что когда спортсмены приезжают на Первый снег, порядка 700 человек, спортсменов только, можете себе представить, насколько это необходимо. Сейчас мы разговаривали с некоторыми регионами, причем не только регионами Сибири, а и, например, Коми-Республика. Спрашивали летом, здесь возможно будет тренироваться, в связи с тем, что у нас, в принципе, в Среднегорье нигде нет лыжероллерной трассы, а тем более, в общем-то, такого большого круга. Тут 3,750, есть перемычки, можно делать круги совсем разными. Народ готовится приехать и летом. Поэтому я уверена, что он будет задействован, и он будет еще долгие годы востребован спортсменами, не только лыжниками. Я знаю, ориентирование сюда приезжает. Не очень хотелось бы, но биатлон тоже просится, потому что у нас просто с биатлоном как-то получается не совсем хорошо всегда работаем. Скажите, а вот каковы перспективы, есть ли они по окончанию строительства полного вот этого лыжного центра в Хакасии? То есть какие-то новые объекты, да? Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы был достроен наш стадион. Там будут немного трибун, мест на 500. Помещения, где можно будет в хороших, комфортных условиях находиться судьям, комментаторские кабины. Это говорит о том, что там можно проводить уже соревнования более высокого уровня. Есть проблема для того, чтобы, допустим, здесь провести чемпионат России, нам негде жить. Потому что на чемпионат России у нас приезжает порядка 500 спортсменов. Они должны жить все в комфортных условиях. И, конечно, на таком уровне, как в Тёй, пока мы не можем на это, как говорится, пойти. Ну вот, жители Хакасии знают о том, что у нас есть такой замечательный центр спортивной подготовки. Ну вот мы задаемся вопросом, как лыжный спорт у нас в республике развивается. И вы видели, наверное, результаты наших спортсменов. Вот что бы вы посоветовали нашим властям по развитию как раз лыжного спорта? За последние 4 года, пока я работаю руководителем Федерации лыжных гонок, просто в лыжных гонках Хакасия очень шагнула высоко вверх. То есть если вы там были где-то в рейтинге 80 какие-то, то сейчас вы занимаете в 30-ке место. А здесь на Кубке Хакасии у взрослых спортсмен занял 17 место, у юниора в 6-е. Наверное, юниор меня больше волнует, потому что, зная спортсмена, который занял 17-е место, у него возраст такой 28 лет, в принципе, наверное, вряд ли мы увидим его в сборной команде. Но что касается юниора, наверное, можно рассчитывать на то, что там через года-два он покажет еще более высокий результат. У вас хорошая команда, она ездит, у вас есть сборная республики, а ее одевают, они достаточно проводят сборов, я знаю, что все лето они беспрерывно тренировались. То есть это такой большой шаг вперед в лыжном спорте в республике Хакасия. Через 4 года нас снова ждут Олимпийские игры, да, от Кремли и Сочи, Южная Корея ждет. Вот в связи с этим наш центр может рассчитывать на какую-то полную свою загрузку? Ну, загрузка сейчас у него переполнена, потому что сейчас у вас проживание не такое большое. Мы сегодня дискутировали на эту тему, будет ли он на самом деле так вот востребован. Он будет востребован и летом, и зимой, если только на самом деле там будет где жить. Потому что вы понимаете, что приехать в течение всего лета, допустим, в течение трех месяцев, вряд ли кто-то из хозяев квартир будет выезжать на столь долгий срок. А люди будут ездить именно так. Потому что у нас достаточно напряженно вообще в стране с лыжероллерными трассами и с местами, где можно полноценно тренироваться. Нам сейчас готовят для летней подготовки спортивный зал, который будет включать все те тренажеры, которые необходимы лыжникам. Поэтому я уверена, что и наши юниоры могут сюда запросто уже этим летом приехать и тренироваться. Я имею в виду сборную команду России. Когда вы в следующий раз планируете приехать к нам? Ну, как пригласят. Я всегда готова. Я очень люблю Хакасию, люблю людей, которые здесь находятся. Спасибо вам за работу, за то, что вы поддерживали нашу республику. А сейчас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Спасибо, удачи. Даже самые интересные события постепенно стираются из людской памяти. И только архив помогает не утерять их. Анна Ахпашева готова рассказать о том, кто из жителей республики узнал себя на кадрах ГТРК «Хакасия», снятых более 40 лет назад. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архива гостелерадиокомпании «Хакасия». В нашем архиве мы нашли уникальное видео 1972 года. 100-тысячный житель города Абакана. Его отрывки мы показали в программе «Вести Хакасия». И сразу после выхода в эфир к нам в редакцию позвонили. Сегодня родители Владимира Буланкина, 100-тысячного жителя города Абакана, у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Очень интересно спустя десятилетия увидеть вас, услышать, как сложилась судьба именитого младенца, ни много ни мало. Давайте начнем с того, знали ли, предполагали ли, что вот уже близко-близко вот этот самый подсчет, и что вы можете быть юбилейными? Нет, этого не было. Как обычно, все в срок, все вовремя. Привезли в роддом меня, родила, и пришла в этот момент, сразу после рождения, пришла заведующая роддомом и говорит, у вас ваш сын, 100-тысячный житель города Абакана. Юрий Викторович, а вас поздравляли, как вот молодого отца, не простого отца, а именно вот юбилейного? Ну, я в тот момент работал, рабочий день обычный был. Когда я подъехал, и здесь, значит, вышло несколько человек. Я говорю, в чем дело? Спросил. И мне тогда объявили, что вот у вас родился сын, значит, он является 100-тысячным жителем города Абакана. Вот. Ну и все я, значит... Ну, какие ваши эмоции были? Я в этот момент, наверное, ну, ничего не думал. Думал, они, чтобы быстрее с больницы они вышли из роддома, и дома были. Вот об этом думал я. Потом уже начали с ее работы, с нашей работы. Ну, вот на наших кадрах сохранилось тоже видео вашего чествования. я так понимаю, это вручение свидетельства о рождении. Давайте уже посмотрим эти уникальные кадры, потому что действительно они... Ну, это очень большая редкость. Если это не вы, то, наверное, те, кто в этот же период лежали в роддоме. Хотя такое внимание, может быть, все-таки... Это он. Он? Узнали? Он, конечно. Ну, вот, видите, здорово как. Ну, а это, конечно, вы. Это папа. Да. И вот вы уже счастливый отец, наверное, держите на руках. Мы хотели его Юра назвать. А когда уже в роддоме там, ну, давайте, все-таки 22 апреля. Это мой день рождения. И день рождения Ленина, да? Владимир Ильича. И вот они, давайте, назовем его Володя. Судьба ребенка, которая началась так неординарно, как она сложилась в дальнейшем? Расскажите, где сегодня живет ваш сын? Мы знаем, что не в России. Здесь он окончил школу. Вот. Здесь он начал трудиться, работать начал. И затем он, они выехали с семьей. Родился у них здесь сын. Сыну было 6 лет. И они выехали в Америку на постоянное место жительства. А сын ваш многодетный отец. Это так? Сейчас у них четверо детей. Сын занимается предпринимателем. Сам занимается грузоперевозками. Осуществляет по Америке, по всей. Ну, работа нравится. Быт устроен у них. В общем-то, живут нормально. Вы очень часто общаетесь. Вы ему говорили, что его показывали по телевизору. Что он, вспомнили, что он стотысячным был. Я ему сказала, я говорю, вот так и так. Нам должны позвонить и сказать, что мы должны встретиться. И будет, он говорит, ну, как только вам сообщат, сходите мне и обязательно сообщите тоже. Скажите, вот, возвращаясь к нашей передаче, мы даем людям возможность увидеть себя много лет назад молодыми, вернуться к каким-то радостным, светлым событиям. А ваше мнение, нужна ли подобная передача? Вы знаете, вот как-то радостно на душе, что как-то и помнят люди. Мы вспомнили заодно со всеми. Вам спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, вспомнить эти замечательные годы. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно сообщите. Мы попытаемся найти эти кадры, и тогда именно вы станете следующим гостем нашей студии. Увидимся. Предновогодние хлопоты все больше выходят на первый план. Как готовятся сибирские города к одному из самых любимых народных праздников, вы узнаете далее. В Новосибирске во все идет заготовка елей. В прошлом году всем желающим их не хватило, поэтому сейчас зеленых красавиц решено заготовить больше на 10%. Елочные базары откроются в начале декабря. Продавцы обещают сохранить цены прежними. Около 250 рублей за дерево. В Улан-Удэ подготовка к Новому году обернулась чрезвычайной ситуацией. Когда заливали каток на городской площади, нарушили технологию, и вода вышла из берегов. Ледовые фигуры были разрушены, а электрическая схема городка оказалась полностью уничтожена. Ликвидация ЧАЭС заняла около двух недель. Сказочный городок восстановили, но правда уже без катка. А вот в Барнауле Дед Мороз официально открыл свою резиденцию. Гостей новогодний волшебник встречает в богато украшенном теремке со снегурочкой. Детей там ждет настоящий праздник. Веселые игры, хороводы и конкурсы. И если Дед Мороз уже вышел на работу, то строителей праздничного городка еще нет. Резчиков по снегу и льду, которые за месяц построят ледяное царство, барнаульские власти пока только ищут. Началась подготовка к Новому году и в Хакасии. В Абакане в этом году впервые вместо главной городской натуральной елки появится искусственная. Она будет гораздо выше прежнего дерева, а украсят ее 5000 лампочек, которые создадут более 150 разноцветных узоров. Светодиодная иллюминация такого эффекта дать не может. На этом у меня все. Материалы программы смотрите также на нашем сайте вестихакасия.рф Всего вам самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова